Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжаю знакомить вас со всеми сортами перца, которые я в этом году выращиваю или когда-либо до этого выращивала. Для того, чтобы вы знали, какой именно формы, какого цвета каждый перец и для чего он предназначен. Или для теплицы, или его можно вырастить и в открытом грунте, и в теплице. Я уже два видеоролика снимала, мы дошли до перца геракл. Вот калифорнийское чудо было последнее, желтое и красное. Теперь номер 17 геракл. Среднеранний сорт, плоды мясистые, кубовидные. Они почти квадратные, 12 на 11, массой 200-250 граммов. А краска в технической спелости темно-зеленая, а в биологической красная. Мякоть ароматная, сочная, сладкая, толщиной 7-8 миллиметров. Сорт высокоурожайный. Но про этот сорт, про геракл, я вам могу сказать, что у нас в сибирском регионе он на улице может и не вызреть. Потому что вот такая большая 250 граммов перчина, очень толстая вот эта стеночка, он пока сам сформируется, пока нальется этот плод. Бывает, что он даже не приобретает свою вот эту красную расцветку, окраску и уходит. Значит, осенью приходится обрывать его зеленым. Но все равно он мясистый, ароматный, для закатовок, для всего. Многие люди не дожидаются, когда покраснеют или пожелтеют. Просто наши погодные условия не позволяют, чтобы вот эти большие крупные перцы у нас не вызревали. Многие употребляют и в зеленом виде. Но я сразу хочу предупредить, что вот такой крупный перец, если нет теплицы, то, скорее всего, вы не дождетесь его биологической спелости. Номер 18. Перец Астерет. Это скороспелый сорт итальянской селекции, отличный презент для любителей крупноплодных перцев. Плоды правильной формы, кубовидные, гладкие, в биологической спелости красные, масса 180-250 граммов. Мясистые стенки могут достигать 1 сантиметра. С сочной ароматной мякотью. Повышенная устойчивость к болезням. Этот сорт тоже в холодных регионах вряд ли вызреет на улице. Вы видите по описанию, 250 граммов это очень большой плод. И стенки 1 сантиметр, 10 миллиметров. Это тоже очень сочные они. Они вот у меня в теплице сейчас, в теплице только-только сформировали плоды. И поспели только нижние, по одной, по две перчины. Ясно, что в открытом грунте они даже еще не покраснели. Вот этот астерет, скорее всего, хоть он указан как скороспелый, но он сорт итальянский, привезен с теплых стран. У нас в Сибири он вызревает на улице очень редко. Номер 19. Подарок Молдовы. Среднеранний сорт, куст штамбовый, невысокий, плоды висячие, гладкие, конусовидные, средней величины, вес 70 грамм. Вот такие, когда перчинки 70 граммовые, сейчас я немножко отвлекусь, сразу, если вы читаете, например, или слышите, что 70 грамм, то этот, скорее всего, в открытом грунте первые плоды, половина плодов у вас могут созреть. А последние, конечно, нужно снимать зелеными. Окраска в технической спелости салатная, в биологической темно-красной. Вкусовые качества свежих плодов хорошие, устойчив к болезням, происхождение Молдова, высота 35-45 см. Вот такие вот компактные сорта, которые до 50 см, вы уже, наверное, поняли из моего описания, что чем меньше куст и чем меньше вес плода, тем больше вероятность, что его можно выращивать в открытом грунте, и что вы дождетесь именно вот красных плодов в открытом грунте, а не все зеленые. И если верхние вовремя цветочки отщепнуть, вот эту верхушку убрать, чтобы он не тратил время, так же, как у томатов, вся сила будет брошена на созревание нижних плодов, скорее всего, даже в сибирском регионе или в других холодных регионах, такие вот компактные, с небольшими плодами перцы вызреют в открытом грунте. Номер 20. Перец пурпурный колокол. Ну, это вот опять крупноплодник. Раннеспелый, высокоурожайный сорт. Плоды кубовидные, то же самое, что мы про геораклы писали, они почти квадратные, 10 на 11 сантиметров, мясистые и крупные, 200 грамм, в технической спелости зеленые, в биологически ярко-пурпурные. Мякоть сладкая, очень ароматная, толщина 9 миллиметров. То же самое, очень большая толщина стенки, очень большой вес плода. Он сам тоже не очень маленький, некомпактный. Скорее всего, в теплице вы дождетесь биологической зрелости. В открытом грунте придется употреблять в технической зрелости. Но здесь вот описание почему-то не очень точное. Производитель пишет вот так, в технической спелости зеленые, в биологической ярко-пурпурные. Но вот в технической спелости пурпурный колокол, он как раз такой, как, как бы вам сказать, фиолетовый, что ли, фиолетовый или шоколадный. Ну, короче, фиолетовый. Они сначала делаются фиолетовыми, потом краснеют. Я в прошлом году первый раз их посадила, не могла понять, то ли это ингрид, которая тоже фиолетовая, то ли пурпурный колокол. Но пурпурный колокол, он потом краснеет в конце концов, и он потом выдал себя. а когда он поспел, стал биологическая зрелость, он покраснел. Вот вначале они ярко-фиолетовые, очень красочный сорт такой, но в открытом грунте он может так фиолетовым и остаться, и уйти в зиму. 21 перец ласточка. Вот эта ласточка вызревает на улице у нас. Штамбовое полураскидистое растение с дружным созреванием плодов. Сорт среднеспелые, плоды конусовидной формы с плотной кожицей. Цвет плода в технической спелости салатовый, в биологической красный. Вкусовые качества зрелых плодов отличные, сорт устойчив к этому заболеванию. Плотная кожица защищает плоды от повреждения при транспортировке и легких заморозков осенью. Перец легко приспосабливается к капризам российской погоды. Высота растения 45-60 см, вес плода 70-100 см, толщина стенки 5-7 см. Вот по этим описаниям, как я вас уже учила распознавать, вы можете легко распознать, что этот сорт можно вырастить в открытом грунте. Высота растения примерно полметра, это значит оно небольшое. Вес плода 70-100 грамм, плод тоже небольшой. Толщина стенки 5-7 мм, это примерно в 2 раза меньше, чем у тех крупноплодных. И что самое главное, тут написано, что плотная кожица защищает плоды от легких заморозков осенью. Значит, его можно выращивать в открытом грунте, и он даже до самых-самых заморозков осенью будет у вас плодоносить. Вот это и перец ласточка подходит и для теплицы, и для открытого грунта. Номер 23. Перец колобок. Вот это очень толстостенный, круглоплодный, интересный сорт. Вот, скороспелый сорт овощного сладкого перца от сходов до сбора, 105 дней. Плоды округлые, томатного типа, то есть он похож на помидорку, вот в спелом виде прям помидорка. Гладкий, длина в среднем 8 см, ширина 6 см, толщина стенок до 10 мм, масса 100-130 грамм. Вот главная особенность вот этого перца колобок, при небольшой массе, вы видите, что он 100-130 грамм, у него толщина стенки может достигать 1 см. То есть, он почти весь состоит вот из этой стенки. Его вот так разрежешь, внутри вот этой пустоты очень мало, вот эта одна, вот эта вот мясистая стенка. Окраска в технической спелости зеленая, в биологической спелости насыщена красная. Конечно, в технической спелости они такие страшные, они темно-зеленые, их даже не хочется кушать, но зато какие красивые, они потом становятся осенью, когда вот очень красные, красные, блестящие, такие круглые. Сорт успешно выращивается как в открытом грунте, так и под пленочными укрытиями. Растение подходит для выращивания в домашних условиях, не в теплицах. Благодаря своей низкорослости, до 40 см и компактной кроне, кроне, вес, вкус плодов колобка великолепный. Это, пожалуй, один из самых сладких, сочных, аппетитных перцев. Плоды колобка лёжкие, транспортабельные, их можно употреблять как в свежем, так и в переработанном виде. Урожайность 5 кг с квадратного метра, устойчив к некоторым заболеваниям. Плодозвращение дружное, отдача основным урожаем считается первый урожай. Так, про колобка мы всё поняли. Такой он толстостенный, очень вкусный, очень урожайный и можно выращивать как в теплице, так и в открытом грунте. Номер 24. Перец Виктория. Среднеспелый сорт, растение полураскидистое, плоды висячие, правильной конусовидной формы, гладкие, весом 70 г, окраска плодов технической спелости салатная, в биологической красная, вкусовые качества свежих плодов хорошие, происхождение сорта Украина, срок созревания 133 дня, высота 45-60 см, толщина стенки 5 мм. По техническим характеристикам, по сортовым, мы смотрим. Растение невысокое, 50 см, толщина небольшая, 5 мм, и плоды невысокие, 70 г. Значит, этот перец вполне может вызреть у нас и в открытом грунте, то есть он компактный, он не толстостенный, он такой небольшой плод, значит, первая, вторая, там, первый ярус и второй может вполне у вас покраснеть, если будет хорошее лето, но верхний третий ярус будете снимать зелеными. В теплице она растет тоже очень хорошо, Виктория, в прошлом году у меня она росла в теплице, в этом году я ее высадила в открытый грунт и потом вам покажу, как она ведет себя в сибирском регионе, вызреет или нет. Все-таки у нее родина это Украина, она выводилась, вероятно, скорее всего для теплых регионов, но мы вынуждены высаживать все вот эти перцы, которые привезены и из-за границы, и из Италии, и там еще какое-то происхождение Чехии, потому что у нас Россия, она, конечно, не приспособлена для выращивания вот таких сладких перцев, они редко возревают в открытом грунте, но мы вынуждены все пробовать, все испытывать. Вот перец Виктория нынче в открытом грунте у меня растет и я думаю, скорее всего, она поспеет там у меня. Номер 25, перец Золотой юбилей, среднеспелый сорт, растение среднерослое, плоды круглые, желтые, плоскоокруглые, толстостенные, мясистые, сочные, сладкие. Я вам сразу скажу, вот это близнец колобка, только желтый, ярко-ярко-желтый. Происхождение сорта Россия, срок созревания 90-100, высота растения 45-60 см, масса 150-200, толщина стенки до 1 см. То же самое, что про колобка хочу сказать. Он вот круглый, как про них говорят, томатного типа, но вот круглый, как помидорка, только он ребристый, конечно. Масса средняя, он не очень крупноплодный, но, несмотря на такую небольшую массу, у них очень толстая стенка, почти 1 см. У меня вот в теплице они уже вызрели несколько плодов, я потом разрежу и покажу, что вот разрезаешь этот плод, он почти весь состоит из этой стенки. Внутри вот это пустое место, которое в перчении, у него очень-очень мало. Очень хорош для салата, вкусный, сочный, очень декоративный, когда вот они созревают, вот эти ярко-желтые, такие блестящие, хороший сорт. Номер 26, золотое чудо, тоже под вид этого, только он кубовидный. Перец золотое чудо, среднеспелый сорт, плоды мясистые, толщина стенки 7 мм, средняя масса составляет 150-185 г, но могут встречаться плоды весом и 250, по форме кубовидные, направленные вниз. Созревают из темно-зеленых в технической спелости, в темно-желтые, в биологической. Спелые плоды имеют золотисто-желтую окраску, за этот сорт получили красивое название золотое чудо. Очень красивый перец, действительно он ярко-ярко-желтый такой. Вкусовые качества плодов высокие, они хороши, так как для самостоятельного употребления в салатах в консервированном виде. Этот сорт достаточно стойкий к понижению температур, почти не подвержен грибковому заболеванию, имеет превосходный вкус и аромат для фарширования, заморозки и консервирования. Вот этот сорт я выращиваю каждый год, он действительно очень хороший, его можно и фаршировать, у него такой кубовидная вот эта форма, его удобно ставить в кастрюльку. Если коноса видно, их только лежа, то эти они вот сами, как маленькие кастрюльки. Их вот так ставишь, конечно можно и салаты, очень вкусный, очень сладкий, но это конечно зависит от того, в какой степени созревания вы его будете употреблять. Я всегда жду, когда они до конца поспеют, но единственное, что он у меня всегда растет в теплице, потому что он все-таки немножко крупноватый и стеночки у него толстоватые. Для открытого грунта его слишком долго ждать, а так как они теплолюбивые, то в теплице, конечно, они поспевают быстрее, поэтому я стараюсь вот такие сорта, которые для еды, для салатов высаживать в теплицу. И последний сейчас опишу, перец, который у меня новинка в этом году, я даже не знаю, я просто по описанию его выбрала в магазине, мне очень понравилась картинка, описание. Он у меня растет в теплице, я потом вам его покажу и потом уже смогу сформировать о нем свое мнение. Пока что он только на внешний вид мне нравится, посмотрю, как он поспеет. Номер 27, перец, пинг-ка, среднеранний сорт, растение среднерослое, компактное, полуштамбовое, плоды конусовидно-призмовидные, массой 120-150 грамм, красные в биологической спелости. Стенка сочная, толщина 5-6 мм, на растение одновременно созревает до 15 плодов, сорт устойчив к ряду заболеваний, предназначен для открытого и закрытого грунта. Все, вот это все, что я могу о нем сказать, это то, что пишут на пачке обычно. В открытом грунте я его нынче не пробовала высаживать, начну с теплицы. Я когда всегда провожу испытания, сначала смотрю в теплице, хорош ли он, потом уже пробую на следующий год в открытом грунте. Потому что если посадить в первый год в открытом грунте, никакого представления о перце можно не получить. Потому что если ранний заморозок в сентябре, он просто убьет этот куст перца и все. И я не дождусь, как он поспеет, какой он сладкий, какой он вкусный. Вот нынче буду смотреть вот этот пинг Ка, какой он сладкий, какой он вкусный, как он в теплице ведет себя. И если он быстро созреет в этом году, то на будущий год посажу его и в открытый грунт. Все. Вот это третий видеоролик, у меня всего их 40, нынче около 40 сортов я выращиваю. Потому что какие-то всего по одной, по две, чисто для посмотреть. Потому что на пачках иногда не совпадает описание, как вот, например, следующий перец Этюд. Какой Этюд? Так же, как томаты, бродит по нашей стране два разных перца под одним названием Этюд. Я перезвоню через минуту. Я вот сегодня, в этом году посадила красный Этюд, но есть и оранжевый Этюд. Но когда садила оранжевый Этюд, вот написано на пачке, что он оранжевый, у меня он оранжевый не получился. И я в этом году посадила красный Этюд. Вот поэтому я беру все сорта и по одному, по два, по три выращиваю на испытание. Если действительно они совпадают с описанием, если они мне нравятся, то на следующий год уже сажу 10 или 15 кустиков. Вот в этом году на испытание у меня очень много, но они все дальше. Вот будет Мирика, потом, сейчас скажу, Аладдин первый раз тоже. Вот первый раз Йола, Вонтер, говорят, очень хороший сорт. Потом первый раз будет перец Ингрид, вот этот шоколадный. Первый раз Дольче Итальяна, очень уже вырос такой здоровый. Перец Рамира, все это в первый раз. И я обо всем буду в самую последнюю очередь о них рассказывать. Все, на этом до свидания. Вот это третья часть о перцах. Смотрите, выбирайте, какой вам подходит, какой вам нравится. Вы уже будете хотя бы примерно ориентироваться, какие перцы вам нужно высадить на будущий год. Продолжение следует...